16 сентября, 2005 год, Потеряевка, храм. Проповедь Игнатия Тихоновича Лапкина. Сиесис. Игнатия Тихоновича Лапкина. Сеет. Имеется в виду, как тогда сеяли. Не сеет, а за трактором, а кошница, корзина на шее, наполненная пшеницей. Сеет их запускает в руку, берет в гость и полный гостью разбрасывает. Это тоже надо уметь, а то вся на одном месте упадет. Но уже сеет. И это сеяние известно даже дьяволу. Он вообще-то профессор в сельском хозяйстве. Ведь его ничего не делают в храме, как он Антоний открыл. Ни одного богослужения нет. А в одном храме нет настоятеля, он злотая на его месте ставил. Увиден, и стоит умер, крестопрезанный ушами, а то, значит, скоро юритик придет. Ни одного богослужения нет, чтобы дьявол кит не присутствовал. Прямо четко показывают великие святые отцы. Тем более в сельском хозяйстве, когда сеете. Он просил сеять как пшеницу. Он знает, что значит сеять. Шире разбрасывать. Далее. То зерно, которое хранилось, чтобы не пояли грызуны, не украли. Бросил хозяин. Все. Я свое дело сделал. Кто налетит? Кто из земли? Там какая мышца ест? Полностью без присмотра. И Анна Таут говорит, если бы человек, живущий в горах, ни разу не видевший посева, пришел и увидел, как хранят в амбаре, а потом хозяин, бережливый, рачительный, разбрасывает и радуется, что прошел дождь, а дождь, значит, гниет, а до этого под крепкой крышей, под шекером ходил, он скажет, не сошел и с ума это хозяинство. Всю зиму хранил, а тут бросил без присмотра, да еще и радуется, чтобы повидел сверху. Но этот закон остановил Бог. Зерно не восстанет, если прежде не умрет. Сеятель – это Господь. А сеять – Слово Божие. Тут тоже надо сказать, когда Господь говорил Слово Божие, то нового Завета не было. Были только книги пророков, которые еще не след признавали. Признавали только закон Моисеев. А ведь закон-то Моисеев включал в себя здесь и в заповеди, и плюс, что сказал Моисей. А это далеко не разное. Когда приступили ко Христу, люди, желающие разобраться в семейных обстоятельствах, и услышали, что разводиться с женой нельзя, какая бы она ни была. Знаете, такая обязанность, лучше не жениться. А как же Моисей это поведал? А Господь говорит, вначале было не так. Божие с Сокосердию. Моисей дал вам закон. А они по словам Моисеев в закон объединили все, что входит в пяти книжах. А это далеко не равное. Отверстие закона Моисеева при двух или трех свидетелях предается смертной казни. Спасание Киреев, апостол Паев пишет. Конечно, в первую очередь скрижали. Десять заповедей. А потом уже что сказали другие. А Моисей многое сказал в Поршесской Сокосердию. Другого выхода не было. Как Василий Великий дал правило и говорит, что они несправедливые, но по-другому нельзя. За один и тот же вес. Жене дает чуть поторона, за большую семью. Но по-другому просто нельзя. И когда вышел все эти слова Божие, имеется в виду то, что вышло из уст Божьих. У нас по словам Божьим понимается Библия. Притом Библия семьдесят семь книг. У сектантов поменьше, шестьдесят шесть, а они одиннадцать не канонических. Их книг в этом новете убрали. А у нас Слово Божие включает все, что в эту корочку запрещено. А что там есть? Там есть прямо. Так говорит Господь Бог. Великий Иисущий и Его во имя мне. Так он говорит. Бог самого. Господи, а остальное? А остальное не мое, хотя все Писание Бога Духновенное. Мы Словом Божьим называем здесь и человеческий элемент. Мало того, слова дьявола входят в Библию. И сказал дьявол, и дух лжи, это все входит в Слово Божие. Так она же из этого можно научиться от этого семени? Можно. Когда он кричит, что ты пришел прежде времени мучить нас, это слова дьявола. А сегодня это называется Словом Божьим. Почему? Вошло в Слово Божие. И мы из этого научаемся, что дьявол потерпел поражение и боится Христа. Здесь есть человеческие, даже языческие слова. Как говорит один из стихотворцев. Критяне всегда лжицы у тропы ленивые. А толкователь Пепелак говорит, это языческий. Поэт и пиктет написал. А сегодня это Слово Божие. А какую пользу им можно измельчить из этих безбожных авторов стихотворцев? На очень большую. Мы скажем так. Я всегда отвечаю. Что такое патриархия? Я отвечаю ложь. Ну а более расширенная. Всегдашняя ложь. А еще тотальная всегдашняя ложь. Когда мы ждали, что объединение нужно, возможно. Мы мотивились об этом. Но объединение только во Христе. И объединение в истине. Они готовят к анонизации Сергия Рамбышского. Представляете, его предательский шаг, как героический поступок. Полное, абсолютное безумие. Совершенное отвержение Духа Святого. Дух Святой никогда не может человека наставить на то, что написано в Библии против. Апостол Павел нам всем сегодня показывает путь. Ображайте мне, как я Христу. Он не шел ни на какой компромисс. В одном месте Марк однажды чуть-чуть отступил. Ну, юноша. Кому это хотел? Опасности или показательности невыполнимыми, невыносимыми. И Павел больше не брать его на проповедь. Нам не нужны те, которые берутся за населки на полпути сбрасываются. Так что произошло, равномыслия с Барнавой, с дружком его, и разошлись они. Но Бог не здесь сделал пользу. Два свидетельника слишком шикарно в одном месте гореть. Слово Божие называется Библия. И мы увидели сейчас, что вся она полезна для научения, для наставления. И вот Бог показывает четыре категории из земли. Вышел все эти все эти. И оба упала при дороге. Давайте посмотрим. Первое, значит, в объеме страны, в объеме православия. Ну и наши юрисдикцы, и, конечно, нас потерялись. Что такое Слово Божие? Мы договорились не толковать, а принимать, как и толковали святые мужи. Это Слово Божие. До кого должно сеяться или нет? Но если за Слово Божиим охотились и давали его слышать, как пишет Дмитрий Засковский об абсолютном невежестве священников, Многие на память только службы вели, не умея считать даже. Не зная, что такое Дары Божие, в той раз доделся, что запах, запах. Сопровождавший его священник, командировщик, чтобы запах спрашивать. И в некотором глупом сосуде только нашел причастие. Запасные Дары, запах называется. Так мы-то должны понимать, что не сеялось. Практически Россия-то не попадает ни под один из четырех категорий. Мы под тричью-то не подошли еще. Сеятель, чтобы вышел Сеятель, его надо дождаться, выпросить. А что это Слово Божие, в этом не должно быть ни малейшего сомнения. Об этом апостол Павел говорит так. В Первом Послании к Коринфянам, 9 глава, 1 стих, 2 глава. Если мы посеяли вас духовно, то велико ли то, если пожнем вас телесно? Что духовно? И Слово Божие призвали к ревности, к покаянию, к смирению, к отвержению языческого образа бытия, к желанию получить Царство Небесное. Значит, мы посеяли в вас духовное, в вас. Да мало того, сами люди являются семенем. Я вот опросил, как семя апостола сеять. Пророк Тосия, задолго до пришествия Христа, 4 главе 6 стих, он показывает, что если семени нет, то в первую очередь погибает тот, кто обязан сеять, этот священнослужитель. До первосвященника погибает народ, в который не брошено семя, а уже человек, услышав, себя должен определить или мимо отмахнулся при дороге, бесы, своровали. Или в хозяйстве погрузился, кроме свиней, коров, куриц, ничего не видит. Значит, второе, третье показывает, ухватился. О, это есть, а вспых, у всех кровь креста на нас пролита, даром будет спасение, и опять угас, нигде ничего нет. А как узнать, есть или нет? Научите домашних своих правильно хотя бы крестное знамение вначале совершать. Крестное знамение правильно, значит, вот, на чрево, вот, на середину, не на затылок. На чрево, там, где куполина у тебя, правый, левый, и только потом кланится. Только после этого поклониться, а не так, что кланится и крестится одновременно. Это ломает крест. Учитесь правильно. Почему? Кланяться. Правильно креститься. Небрежем маханье, Затауст, говорит, без радости. Я думаю, Затауст бы им веря это не сказал, если бы он не имел на это особого откровения Божия. Почему? Делающий дело Господне не грешно. Такое же более дело Господне, как словословие люди. В Слово Божие вошли и слова ангелов, хилувимов. Мы слышим в алтаре, читаются библейские слова пророка Исаии 6 глава, свят, свят, свят. А ведь это не Божьи слова, а к Богу направленные слова ангел. Отныне они называются Словом Божиим. Итак, мне хотелось бы пройтись по местам Писания, которые говорят об угрозе тем, которые не сеют, тем, которые не дают росту брошенному семеню. Он отсеется. Минимум четыре проповеди в храме на неделе. А на этой неделе так еще четыре. Выходит двенадцать. Да можно кое-что вырастить. Пророк говорит, так истреблен будет народ Мой. С большой буквы. За недостаток ведения. Так как ты, обращается к пастырю, отверг ведение, то и он отвергнет тебя от священно действия твоего. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Вот если это эпиграфом взять, я когда дохожу до этого места, думаю, я не могу готовиться к проповеди, мне сначала наплакаться нужно. Господи, что случилось с нами? Пришедшие с князем Владимиром люди, почему они это не узнали? Народ истребляется за недостаток ведения. Вот она революция. Вот все, что у нас случилось, первая, вторая. Расстрел царского семейства. Ведь стреляют бывшие пихожане. Ну не все же еще домосоны делали-то. За ивреет не по делу, и все купола рушатся. Ведь речь-то идет о сотнях тысяч. Это же русский мест мужик. Как сейчас пишут в воспоминаниях, с собора выходит уже епископ и стоит, как на армии. Он говорит, что ж вы делаете? Разве так можно? Это пишут в загубежном журнале. А почему вы нас не учили? Мы только крышку второвали. Народ истреблен за недостаток ведения. Сеяния не было. Нас всегда вознать в одну из четырех категорий земли. Да не будет этого с нами. Мы слышим Слово Божие. Понимаем, что это семя. Давайте коротко хотя бы посмотрим. Что означает сегодня это семя? Где оно брошено? И какое наше к нему должно быть отношение? Я нашел хорошее разъяснение. Правда, в неканонической книге, но она в Библии есть здесь. Третья книга – Ездра. Таинственная книга, на которую святые отцы не давали толкования. И она не вошла в список книг, которые рекомендуют церковь считать. А таинственная книга из всех. Ну почему неизвестно? Долго думали принять, не принять откровение, но все-таки приняли. А вот эта не вошла. Но она в Библии, я сошлюсь на нее. Четвертая глава, двадцать девятый стих. Итак. Да коли посеянное не взошло, и как много зла возросло в сердце сынов Адама. И до каких пор это будет так? А ответ дается в этом же Слове Божием, в этой же книге. Что засеянное в поле является пустым. Семь не того плода. Шестая глава, двадцать второй стих. И оно подвергнется сожжению. Потому что не все засеянное сохранилось. И вот житнесы ваши пустым. Восьмая глава, двадцать первый стих. И девятый, тридцать третий стих. Говорит о том, что сеяли пустое, пустое и осталось. О чем в основном сеется в церкви сегодня? О чем все, когда расходятся? Я имею очень большой в этом опыт и скажу. Библия не просто на том, на третьем месте. Ни на каком. Она только для того, чтобы стояла на полочке. В прошлом году, вынужденная на встречах с сектантами, я сказал мысль, за которую меня священник даже выговорил. Я говорю, если бы признали, что Слово Божие истинное. И что Слово Божие от Бога. И напечатали. Православные потеряли свою пасту. Главное, это вина в Библии. Сектанты сегодня только ей руководятся. И говорят, что эта Библия та самая у вас. Открывают и начинают разъяснять. Православные боялись бы пойти к сектантам, если бы знали, что в Библии неправда. Это роковой шаг, сделанный и полшага. Объявив Библию Слово Божие, нужно было немедленно ее внедрить в каждую семью. Как за того, где находится Библия, дом делается недоступным для дьявола. Конечно, он имел в виду не на полу стоящего. Внутри. Чтобы она накаляла нас на красна. Ни одна муха не сядет на железный брусок, раскаленный добиваться. Чтобы такими мы были ревностями. В книге Бытие, 8 глава, 24 стих, говорится об установлении Божием, о законах, которые внедрены во все, и мы должны брать с этого пример. Итак, во все дни будет сеяние и жатва. Зимой строй будет меняться, но остается то же самое. Холод и зной. Лето и зима. Дождь и зной. Все это будет повторяться. Мы возьмем самое главное. Сирыния. Если она остается, то в духовном плане это обязанность каждого из нас. Заталут говорит, ты хозяйка. И когда она не имела доступа выходить за кафедру в университете, сегодня они преподаватели, дома слух учи, детей учи. А если муж садьется с пути, его учи. А какой должен быть урожай? Бытие, 26 глава, 12 стих, говорится о необычном урожае у Исаака. И ежмень уродился во сто крат. С одного зернышка сто зерен. Надо получить со сегодняшним земледельствам, может быть, особый молебен праздцу Исааку. Попросить, чтобы дай нам хоть ну не сто, хотя и в 360 крат. Тоже неплохо было бы. Книга чисел, 20 глава, 5 стих, говорится о том, что люди часто тоскуют, что потеряли там в безбожестве. Вы помните самое главное, там вы не имели духовного семени. Все остальное этим покроется. Куда вы сегодня пойдете из нашей общины? Почти полная гарантия. Но только великое чудо, о котором я еще не знаю, что священник будет за вас. Священник ревностно наблюдает, чтобы не было никакого движения без него. И где наши люди появлялись, начинали проповедовать, священник мгновенно в этот же день объявлял их врагами номер один. Я всегда говорю, слово Божие, оно направлено к нам. Наш храм разделяется перегородкой. Так и объясняют семейные самутки. Перегородка, иконостас, там находятся священнослужители. Иакон стоит, считает, у нас сегодня архиерей, правящий, наш епископ, как называют ангел нашей церкви. И он стоит и считает лицом к народу. А чтец почему-то считает послание лицом туда, что за перегородкой. Я подумал, и чтец-то тоже знает, что это к народу послание Павла. Почему? Он вдруг развернулся. Сказ себе мысль. Господи, положи нам мысль. Да видимо то, что сегодняшнее апостольское чтение, оно касается первых и тех, кто там находится. А хирея нашего батюшка и нашего деда. Но я им прочитал, чтобы они не сидели, проповедовали, испытывая множество опасностей. Проповедовали безмездно, а Господь их прокормит. Не случайно думал, Бог его туда разбернул. Сейчас сколько раз тебе дело с замещанием. Разворачивайся к народу. Спознание в пост на нам. Мы его и должны принять. Примодрый Христиан в 1-й Церкви 4 стихе говорит о том, чтобы никакие причины нас не удерживали от проходя. А то я поеду, потому что там больше будет возможностей. Не будет больше возможностей нигде, чем у нас. Тем более мы побуждаем к этому. Возможности Бог дает на каждом месте. И он говорит так. Если кто наблюдает ветер, тому не жать, не сесть. И кто смотрит на облака, тому не жать. Да вроде облака. Ладно, комбай не завозди. Ладно, пшеница пусть еще подержит. Ничего не будет. В любой обстановке, где бы ты ни был, я имею опыт. Но там моя смертельная опасность была. В тюрьме. Сижу в отдельной камере. Добился, чтобы была ручка. Принесли. У меня есть ручка. Бумажки. И я пишу краткое обращение. Как найти Бога? И на прогулочной площадке, там где выводят особая камера с верхней решеткой и небо видно. Я старался найти какую-то щель и туда сунуть эту бумажку. Следующие, кто будет гулять, они возьмут. Из двадцати бумажек, примерно пятнадцать, в этот же день оказались в руках охраны. Они тщательно проверяют, кто за мыдет. Все их представили начальнику. Тот призывает самого грозного подполковника, называется РОК. Режимно-оперативная работник. Он рычит РОК. Я тебя сгнаю. Ты отсюда не выйдешь, если ты этой агитацией будешь заниматься. Тебя за это взяли. Я говорю, не за это. А за распространение архитела ГУЛАГ. Нет того места, где бы были узы для Слова Божия. Нет того места той почвы, которая считалась бы негодной, которую Господь объявил, потому что не засеивайте, только распасывайте. У нас много крапивы. Вот заметьте. Приехал здесь начальник, идти про землю и сразу, какая плодородная земля, говорит у вас. Я говорю, а как вы поделились? Что ж я? Я там председатель колхоза был. Крапива растет. Крапива-то на солнышеке не растет. Где солнышеке? Найдите ее. И это означает, где много грехов, люди активные, на грех, там можно трудиться, если ты их обратишь. А если им такой, все время, руки между коленами, голова опущенная по типу выдуманного монашницы, с него ничего не будет. Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Об эту тварь ходят и хорошие, и плохие. Пророк Михея 6 глава, 15 стих, возвещает нам о том, что если мы не будем иметь благословение, нарушать законы Господня, то будешь сеять, а жать не будешь. Это особое наказание от Бога, чтобы мы не видели свои плоды. Главная задача – получить благословение от Бога. Обязательно подойти к священнику и кепископу, благослови нас. Мы видим, такую Бог дал нам радость, что у нас библейское все считается на узком языке.